Там брали интервью, естественно, прежде всего у самых известных журналистов, лиц канала, в том числе у Светланы Сорокиной. Светлана Сорокина сказала прямо в камеру, как бы обращаясь к президенту. Ну, Владимир Владимирович, ну оставьте журналистов в покое. Ну зачем вы нас втягиваете, втравливаете в эти разборки? Зачем же вы прокуратуре даете, значит, возможность на нас отыграться? Ну это не честно, это как бы не по понятиям. Я вам это говорю, вот как ваша бывшая соотечественница, ваша землячка. Не по-питерски там это. И это было очень больно, потому что попала она в точку, даже, может быть, не предполагая, что реакция последует так быстро. Потому что когда мы, а мы там всей гурьбой потом сели на машины, кто с кем, и отправились обратно на телецентр Востанкино. И только когда приехали, уже бегает, нервничает кто-то из помощников Сорокиной, из ее редакторов, и говорит, слушай, Свет, из Кремля звонили. Путин с тобой хочет поговорить. Вот телефон оставил. Ну она, разумеется, там набрала номер, который, значит, оставили люди с путинского секретариата. Он немедленно взял трубку и сказал, ну, Светлана Иннокентьевна, ну что ж вы так-то, вместо того, зачем же так сразу на весь мир, на публику, что ж вы не позвонили, там, по-приятельски, там, не пришли, позовите, придем, поговорим. Он говорит, сейчас, минуточку. И тот же дал указание, чтобы организовали его встречу с группой журналистов. И быстро это состоялось? Ну вот этот эпизод, кстати, сразу же была дана команда, видимо, прошла какая-то команда в прокуратуру, потому что еще мы не дошли до дверей этого здания, следственного управления, как адвокату Митковой по мобильному телефону позвонил следователь и сказал извиняющимся голосом, простите, здесь произошло недоразумение, мы вовсе не приглашаем Татьяну Ростиславовну на допрос в прокуратуру, мы просто хотели ее опросить, а любой человек, который сталкивался, значит, с делами следственными, прокурорскими... Знает, что такое опросить. Да, что такое допросить и что такое опросить. Мы вот хотим опросить, а просто без протокола, знаете ли, да, это вот такая доверительная беседа, там, неформальная. Вот мы хотели ее опросить по одному конкретному делу, мы приедем к ней в Останкино, прямо вот, чтобы ей не отрываться от работы, там, в удобное время, давайте забудем, это просто недоразумение.